Сегодня депутаты правящей коалиции обвинили Россию в оскорбительных заявлениях в адрес нашей страны и наших граждан, в ограничениях для экспортеров и политических преследованиях. Все это, по мнению парламента, есть не что иное, как открытое вмешательство Москвы и указывает на провокационное и недружелюбное отношение к нашей республике. Первым на принятие этой декларации отреагировал президент. Игорь Дадон заявил, что сегодня парламентские евроунионисты переплюнули даже враждебную риторику ультра-националистских фронтистов начала 90-х. И цель у них одна – вынудить российскую сторону на ответные, равнозначные действия. Словом, подобной риторики в адрес России мы не слышали за все годы независимости. И потому напрашиваются, на мой взгляд, вполне естественные вопросы. Чего мы добьемся в результате подобного шага? Чем нам ответит Россия? А главное, что думают об этом наши граждане, особенно те, кто трудится в России? Как всегда, будем разбираться принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И разбираться в столь непростой теме сегодня мне будут помогать политолог Борис Шаповалов. Добрый вечер. И Роман Михаэш. Политический комментарий. Добрый вечер. И вам здравствуйте. Кроме всего прочего, я хотела бы сказать, что поддержать позицию одного или другого участника можете и вы, если вы позвоните по указанным телефонам. Давайте вот, знаете, личное вначале впечатление. Вот смотрите, что меня удивило. Есть на самом деле постановление Госдумы. Вот мы его все прочли. Да, оно жесткое. Но там что вот в этом постановлении было сказано? Что они рекомендуют предпринять правительству определенные меры. Что делают наши депутаты? Эти меры не предприняты с российской стороны. Ничего еще не сделано. А наши депутаты вот так, сразу, на первом заседании. И такую декларацию, которую вот действительно 25 лет, мы, честно говоря, еще не слышали. Ваше пояснение, господин Михаэш. Слушайте, здесь, конечно же, к сожалению, пошла череда вот этих самых взаимных упреков и обвинений со стороны российских властей, в сторону молдавских властей. И наши, конечно же, по международному праву, есть принцип, скажем так, равноправия сторон. Наши ответили. Я читал декларацию Думы, к сожалению, там перепрыгнули, перепрыгнули чуть-чуть, скажем так. Дали чуть-чуть, скажем так, нагнетание ситуации. Понятно, что российская сторона должна была иметь свою точку зрения. Но можно было это сделать более или менее, скажем так, в мягкой форме или под дипломатическим, политическим каналом разрулить ситуацию. Пошли на жесткую декларацию. Молдавский парламент, конечно же, должен был ответить. И я не видел там ничего экстраординарного в декларации молдавского парламента. Там напоминание о том, что все-таки надо уважать и чтить международные законы. И каждая страна имеет право защищать свое информационное пространство здесь. С моей точки зрения, уже, можно сказать так, счет 1-1. То есть, российская Дума дала одну декларацию, молдавский парламент дал ответную декларацию. Посмотрим, что будет дальше. С моей точки зрения, надо найти общую... Нет, давайте пока не дальше. Мы вот сейчас разберемся. Я поняла вашу точку зрения. То есть, вы не считаете, что эта декларация, принятая молдавским парламентом, она была жестче, чем то, что приняла Государственная Дума. Намного мягче. Даже мягче. Намного мягче. То есть, даже несмотря на то, что там есть такие слова... Наши не поспели так жестко, скажем так. ...отмешательства во внутренние дела. Слушайте, когда Российская Дума... Вот эта фраза, да? Давайте все-таки смотреть... Я поняла, я поняла, да, спасибо. Господин Шиповал, вы как считаете? Ну, вы знаете, для меня заявление нашего молдавского парламента не было неожиданностью. Почему? Потому что весь предыдущий 2017 год наше молдавское правительство и правящее парламентское большинство в главе Демократической партии Молдовы проводило откровенно русофобскую политику, и можно привести много примеров. И это было связано прежде всего с тем, что вот с избранием нового президента Республики Молдова Игоря Дадона начали улучшаться отношения, все и политические, и экономические отношения с Российской Федерацией. И, соответственно, вот демократы не нашли ничего лучшего, чтобы найти противодействие для того, чтобы пойти на обострение отношений с Российской Федерацией любым путем. Мы помним, да, что вот когда Игорь Николаевич Дадон, первая встреча у него была там 15 или 16 января 2017 года, они решили ряд вопросов с Путиным. Перед его второй поездкой в марте, что делает наше правительство? Наше правительство говорит, ой, там кого-то обидели, мы наших всех министров посылать не будем, никто из членов правительства, никто из молдавских чиновников ездить не будет. Ну, хорошо, дальше. Дальше поездка следующая, Игорь Николаевич, следующие вопросы решались, да, по миграционным делам, по решались вопросы по допуску на российский рынок многих молдавских предприятий. Сегодня их уже свыше 200 поставляют продукцию. Кстати, я вот удивился в этом заявлении, говорят, что Российская Федерация препятствует там каким-то торговым отношениям. Это бред чистейшей воды. И то, что написано, вот то, что принимали наши парламентарии, оно абсолютно, ну, во всяком случае, в здравый смысл не вкладывается. Потом мы помним высылка наших российских пяти дипломатов, опять-таки, без всяких объявлений, да, потом история с Дмитрием Рогозиным, да, с его визитом сюда, вроде бы, нормальная 25 лет успешная миротворческая операция, ну, такой демарш, да. Ну, и давайте посчитаем, за два года около 200 российских журналистов, да, которые приехали, их тут чуть ли не террористами объявляют, что они тут приезжают с какими-то целями и так далее. Ну, это ненормальная практика, потому что у нас есть нормальные отношения, безвизовая, безвизовый режим, не пространство странных. Борис Андреевич, какая фраза у вас в этой декларации, если, вот секундочку, внимание. Сейчас скажу. Больше всего у вас задело. Какая фраза? Вот господина Михаеша ничего, он говорит, это мягко. Вы знаете, вот меня задела фраза, я для себя выписал следующее. Нападки преследуют цель очернения государственных институтов и официальных лиц Республики Молдова, но самое главное, они направлены против граждан страны. В каждом слове цинизм и неправда. Почему? Объясняю. Потому что против государственных институтов в декларации ничего не было сказано. Против конкретных лиц в декларации ничего не было сказано. Я имею в виду Государственную Думу. Нет, почему? Там было названо одно конкретное лицо. Ну, одно конкретное лицо, да. Лидер демократической партии. В связи с определенными обстоятельствами, да, и они имеют право на жизнь, точно как и многие другие люди, связанные с какими-то уголовными делами и с другими вопросами. А то, что оно вообще направлено против граждан Республики Молдова, давайте, люди добрые, не будем забывать, 700 тысяч наших граждан сегодня работает в Российской Федерации. Некоторые говорят, что почти до миллиона. Умножьте на три члена семьи, это практически два миллиона наших граждан кормятся тем, что они работают там. И это против наших граждан. То есть, чего добивается? Я здесь согласен с Игорем Николаевичем Додоном, который сказал, что вот эти действия, они прежде всего направлены против молдавского народа и предназначены для того, чтобы осложнить отношения с Российской Федерацией. Здесь есть очень важный посыл со стороны демократической партии и правящего большинства. Им нужно любой ценой осложнить отношения с Российской Федерацией, потому что это бумерангом ударит сразу по позиции президента Игоря Додона и по позиции партии социалистов. Но в предвыборный год, это как вот пить, да, им это необходимо сделать. Поэтому я еще раз говорю, я просто считал по дням, когда оно будет. Но то, что вот это будет заявление нашего права, это я вообще не согласен. Текст в принципе мы видели. Насчет граждан, согласны? Смотрите, насчет граждан были цифры официальные, которые были озвучены. Нет, то, что вот унизительно вот в адрес граждан, Воскраде Андреевске. Вот такая фраза, да? Миллиард долларов сюда. Вот я цитирую, секундочку, оскорбительные заявления в адрес наших граждан, вот за это. Так вот, посмотрите, во-первых, хотел здесь уточнить одну цифру. У нас многие говорят, что в Российской Федерации проживает около 700 тысяч молдавских граждан. Всегда спорят насчет этой цифры. Грубая неправда, скажу вам почему. Российские власти официально дали цифру по мигрантам на 2017 год. 143 тысячи молдаван. Да нет, 540 тысячи. 540 тысячи. Так и знала, что на этом сойдемся, поэтому сразу вас попросила, сколько у меня людей в эфире, столько называют разные цифры. Дело не в этом. Я не я называю, это российская официальная цифра. 143 тысячи молдаван находятся в Российской Федерации. Ой, ну россияне так не называют. Я говорю 540 тысячи. Это точно, ладно. 140 тысячи. Учет на 1 января 2018 года. Ну окей, у каждого шесть цифр. Дальше идем. Хорошо, да. По поводу, если можно... Ну только с этой цифрой двухлетнего периода, и только по Москве не надо ходить. Там еще Московская область, вся вся Российская Федерация. Давайте понимать, что между Молдовой и Российской Федерацией. А здесь скопились некоторые проблемы. Они не решаются годами. Пришел господин Рогозин. Попытался здесь наскоком решать проблемы. Но он нарушил грубо суверенитет Молдовы. И начал играть в сторону Террасполи. Проводить сепаратистскую линию. Не уважал молдавский народ. Не уважал молдавские государства. И так далее. В конечном итоге получилось то, что случилось. Я поняла. Господин Михаил, можно вопрос один? Я понимаю. Можно вопрос один? Как часто вы слышали от председателя парламента, от премьер-министра, от министров правительства? Вот просто хорошие слова о российском народе. Слушайте. Нет, вот секунду. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Это важный вопрос. Очень важный. Господин Михаил, вы слышали вот это? Я вот хочу вам ответить. Не надо путать российский народ с российским правительством. Это две разные вещи. Да, я поэтому и говорю. Я не говорю про правительства. Между народами Молдовы и России, я уверен, есть самые теплые отношения. Господин Михаил, вы часто слышали... Проблема в правительствах. Поняла. Тех, которые сидят в Кремле. Поняла. Поняла, поняла. А вы часто слышали вот эти декларации? Я... Последний раз. Когда, например... Я слушал хорошие декларации про российский народ от разных лидеров. Ну, сейчас не можете вспомнить. Это, наверное, давно было. Могу вспомнить. А я сейчас вас, господа, призываю послушать высказывания россиян о молдавском народе. Тот, который согласно этому заявлению оскорблен, да, значит, заявления в адрес наших граждан. Вот программа «Полюс» работает каждую неделю, и каждую неделю мы спрашиваем мнения россиян. Тех самых, которых скоро нельзя будет показывать. Но мы это делаем. Поэтому я прошу сейчас режиссера показать нам эту картинку. Давайте посмотрим. Мы желаем как президенту этого государства успехов в его деятельности на благо молдавского народа, укрепления российско-молдавского сотрудничества, так и успехов всему дружескому молдавскому народу. Для нас совершенно очевидно, что народ молдовы трудолюбивый, он добрый, он всегда настроен на добрососедские отношения с народами России, с русскими. Никакого негатива к молдове, к молдаванам в России не было и быть не может. У нас общая история, у нас очень многого общего, в том числе, кстати, и тот же самый русский язык, которым владеют, наверное, половина граждан Молдовы. В городском населении практически там все владеют абсолютно в совершенстве, для них это родной язык. Поэтому, я уверен, ничто не помешает укреплению дружеских отношений между нашими странами. И вот у меня только один вопрос. Вот что является теми самыми оскорбительными заявлениями в адрес наших граждан, когда мы слышим вот такие заявления? Рогозин не говорил, давайте будем честны. О молдавском народе? О молдавском народе нет. Да нет. И там была и цыганщина, и все, что хотите, понимаете? Нет, а еще. А что в цыганщине? Какое отношение цыганщины имеет молдавский народ? О молдавском народе? Так это образное выражение. Это образное литературное выражение. Если оно кого-то там обидело, то это проблемы этого человека. Давайте будем честными до конца. Есть молдавский народ, российский народ, здесь проблем нет. Конечно, здесь мы имеем часть общей истории. Есть много граждан Молдов, которые знают, что, между прочим, за последние 25 лет уже не такая ситуация. Вот это из Кишинева, из сел, которые уже за последние 25 лет закончили лице, они не знают русского языка, как мы знаем. Вот те, которые учились в советское время. Не отвлекайтесь от тем. Но хочу сказать следующее. У нас это не считается, у нашей власти, недостатком. Россия должна пойти на то, чтобы уважать суверенитет страны, которая называется Республика Молдов, вывести свои войска, раз, которые там при Днестрове. Ту бомбу, которая называется Колбасна, которая может в любой момент взорваться, надо решить, правильно? Потому что это проблема, касается всех женщин Молдов. С правого берега, с левого берега. Россия не идет на это. Типа там есть администрация, которая не разрешает. Но там мы понимаем, что это сказки. По газовому вопросу надо разобраться, почему такой большой бомб. Я считаю, что этого текста в декларации сегодняшней не было. Но мы имеем право. Роман, это не история вопроса. По тексту декларации не надо вспомнить декларацию и так далее. Потому что по России и по Приднестровью я сейчас отвечу. Там находятся миротворские войска. В соответствии с соглашением республики с республики Молдова и Российской Федерации подписан 21 июля 1992 года. Я не поддаюсь на провокацию и тему не меняю. Я вас очень прошу. Он вас провоцирует, Борис Андреевич, а вы будете говорить о Приднестровье полпрограммы. Я понимаю. А я хочу задать один единственный вопрос. Думал ли кто-нибудь из власть придержащих, из наших депутатов, которые поднимали руки за эту декларацию, о тех гражданах, которые сейчас работают? Да нет. Секундочку. И что, они заложники, что ли? Секунду. И о том, как теперь к этим гражданам станут относиться. Слушайте, давайте не услугим ситуацию. Господин Михаилович, думали? Я отвечу вам очень просто. Те граждане, которые работают в Российской Федерации, которые законно там находятся, ничего им не будет. И из-за того, что была декларация парламента, конечно, не станет. А давайте скажем честно, как господин Лянко. Пусть уезжают из Москвы, сказал он, и едут работать в Румынию. Слушайте, давайте будем все-таки относиться правильно к вопросу. Ничего с моей точки зрения такого жесткого и жестокого не случилось. Да, есть проблема. Похолодели отношения. Надо решить вопрос. Но я не вижу мотивов, чтобы пострадали простые молдаване, которые работают в России, или наоборот, россияне, которые находятся в Республике Молдова. Нет, да, там мы не найдем. А почему страдают простые россияне, которые приезжают в Республику Молдова и в аэропорту всех пачками отправляют? И можно задать такой вопрос? Давайте я отвечу вам по-другому. Ну, ответьте на вопрос. Журналист приехал сюда с гранатометом, с пулеметом, да, или взять интервью у президента. Причем журналист международной кампании. Я его отсюда просто в аэропорту разворачиваю. Причем безвизовый режим, Роман. Я согласен, что есть проблема. Он не обязан даже говорить цель своего визита. Безвизовый режим. Он приехал попить молдавского вина. Но если журналист является сотрудником российской спецслужбы, имеет кортик журналистов, и он знает об этом, и тем более он приезжает в Молдову и светится, кто ему виноват, понимаете? Молдавские, да они все же. Я вам отвечу за молдавских граждан, которых, наверное, вы в последнее время все-таки с ними не очень общались. А я общалась с теми, которые работают в России. Вы знаете, да. Их будут бить там за это? Я не думаю, что их будут бить. Я думаю, их не будут бить, безусловно. Но вот вы знаете, они сталкиваются ежемесячно с проблемой продления патента. Да? Понимаете, да? Вот регистрация. Вот эти все эти моменты, они зависят бесконечно. И вот этот вот фон, он очень сильно влияет. Конечно, слушайте, молдаване нетрудно любитый народ. Я не думаю, что молдаване делают проблемы в России, как некоторые другие. Не буду назвать на самом деле. Они православные, они в России как свои, понимаете? Любил. Давайте вернемся к сути этой декларации. Почему она возникла? Российская декларация. Это же главный вопрос. У меня есть вопрос, просто еще один очень важный. Пожалуйста, я слушаю. Потому что мы говорим о том, что мы хотим наладить диалог. Вы же говорите, надо. И поэтому прервали отношения на правительственном уровне, на парламент. И поэтому сижу, я себе и думаю, в Мюнхене с 16 по 18 февраля некоторые средства массовой информации дают такую новость, что наш МИД рассматривает возможность организовать встречу нашего нового министра Тудора Ульяновски с российским коллегом Сергеем Лавровым. И вот я себе думаю, на фоне такой замечательной декларации, как же здорово пойдут переговоры у этих двух министров, если она состоится еще даже. Желаю Людмила, это же их работа. Министр иностранных дел России и Молдовы. Так если Лавров захочет после этой декларации вообще встречаться. Роман, ну обычно с адекватными люди встречаются, я так понимаю. Они как хирурги, они должны подойти к проблеме, говорить, разговаривать. Я понял. Смотрите, когда в Украине или на Украине были события в 2017 году, Клинкин, и до него был другой министр, встречался с министром иностранных дел России, потому что на то и они и министры, понимаете. Они должны встретиться, а вдруг и смогут решить вопрос, будут найдут общий язык. Конечно. Если вам вот сосед что-то вот так вот испортил, да, что-то там дверь вам порезал, а потом он идет с вами на переговоры. И вы после этого как будете... Ну так, в России привыкли, что в Молдове были свои, скажем так, политики, Воронин, Лучинский и другие. Сейчас у нас политики, которые хотят ввести более независимую линию. Это не нравится Москве. Я-то понимаю, что Москве надо в реальности. Понятно, да, мы поняли. Ну, политики у нас получается так. Мозгов нет, хирург не поможет. Я извиняюсь, может я немножко резко говорю, но реакция такая. Почему? Потому что заявление Государственной Думы Российской Федерации возникло по одному вопросу. И главному вопросу о том, что Республика Молдова, во всяком случае парламент и правительство, они нарушают права граждан по допуску к информации, нарушает свобода слова, нарушает свобода передвижения. И поэтому заявление было обосновано тем, что Молдавский парламент принял изменения в кодекс телевидения и радио, который запрещал там так называемую российскую пропаганду, то есть российские информационные программы. Так вот, у меня возникает вопрос. Значит, российские развлекательные программы оставить можно, паразитировать на этом российском контенте, получать 60% только одному телеканалу нашего великого кукловода, 60% рекламного рынка Республики Молдова только на одном телеканале за счет российских программ, можно, да? А вот информационные политические программы не нужны. Чем же они мешают, чем они подрывают так называемую эту информационную безопасность Республики Молдова? Что там российские информационные средства неправильно говорят? Миллиард у нас, у народа украли, наши же правители. Три года найти не знают, хотя узнали, кто это сделал. Сегодня этот вопрос хотели обсуждать парламент, парламентское большинство это просто отвергло, да? Мол, нечего тут обсуждать. Конечно, свой-своего покрывает и говорить на эту тему не хочет. Правильно, да? Эта проблема есть. Это правда или нет? О том, что мы самая бедная страна Европы, это правда или нет? О том, что у нас 30% населения получает доходы ниже 1 тысячи лей, это правда или нет? Я не понимаю, что российские информационные ресурсы говорят неправильно. Может, российские информационные ресурсы говорят неправильно о том, что Европейский Союз принял решение, что до 2025 года вопрос о какой-либо европейской интеграции Республики Молдова и других стран постсоветского региона вообще рассматриваться не будет. Они тоже это врут или они говорят правду? Можно я буду дальше загибать пальцы? А наши пенсионные реформы, красиво провозглашенные, и сегодня, когда пенсионеры реально получают вот эту, как там, доплата, там все остальное 50-60 лей, вместо обещанных 300-400, я условно говорю, это неправда, о том, что Российская Федерация снизила цены на газ в два раза, а наше молдавское правительство издевается над своим же собственным народом в два раза завышенные цены, и этот вопрос сегодня тоже отказывались обсуждать в парламенте, это неправда? Может, мне дальше продолжить? Я могу еще часа два говорить и спрашивать, это правда или неправда? Так вот, в этом оказывается, виноваты российские средства информации, кстати, в этой декларации, там меня потрясло, оказывается, у нас, вот где-то у меня цитата есть, да, слушайте, а также некоторые СМИ в Республике Молдова делают это, то есть говорить правду в нашей стране со стороны парламентского большинства это нельзя, значит, нужно ввести цензуру и не говорить о том, что вор есть вор, о том, что европейская интеграция это фантик, которым обманывают наши правители в предвыборный год, о том, что у нас бедственное положение в экономике, о том, что наоборот, благодаря президенту страны улучшаются торгово-экономические отношения с Российской Федерацией, 10 тысяч тонн овощей, 800 тонн всего лишь в эту самую, как ее, в Европу, вот это неправда. Господин Михайлович. Слушайте, здесь, конечно же, я понимаю, что нехорошая ситуация, когда парламенты бодаются, скажем так, декларациями. Нехорошая, да. Дурно пахнущая, даже бы сказала. Я не хочу найти такие жесткие слова, но я пытаюсь найти, скажем так, доводы с обеих сторон и быть более или менее объективным, да, потому что каждый наций имеет точку зрения, конечно. С моей точки зрения повторяюсь, Российская Федерация привыкла, что в Республике Молдова политики продажные приходят в Москву с поклоном, принимают все посылы и не соблюдают интерес своей страны. Когда правительство Филиппа с 2016 года надо потихоньку начало ставить вопросы, это Москве не нравится. По газовым вопросам, по Приднестровью, по другим вопросам не нравится и все. Но надо привыкнуть к тому, что Молдово, да, оно маленькое государство, но Россия, один из гарантов незабисимости и территориальной государства Молдовы, она должна помочь Молдове, понимаете? Благодаря Богу, 26 лет она это сохраняет. Слушайте, при стропе, смотрите, что случилось, дошли до того, что без России решили несколько очень простых жизненно важных вопросов. Почему без России? Без России решили, напрямую. Как без России? Я хочу знать, какие вопросы. Какие вопросы? Я вначале услышал, какие? Вот это вот четыре вопроса там с дипломами, совсем не об этом решили. Без России? Да, без России решили. Ой, Боже, Боже. Россия просто были поставлены в известность. Да, принесли. Действительно, главного гаранта. Приднестровцы сейчас счастливы, что вы подняли статус дальше. Ну, смотрите, диплома есть, понимаешь, она монстра заработала. Не уводите от декларации, пожалуйста. От декларации я не вхожу. Она, декларация, была в ответ на российскую декларацию. Она не была, не в Молдоване первыми начали. Россияне начали первыми. Вот так. Давайте июльскую декларацию нашего парламента вспомним этого года. Давайте вспомним декларацию конционного суда по поводу миротворческих войск. Давайте вспомним действия, которые проявила Молдавская республика в 2017 году. Так что декларация российского парламента, Государственной думы, это еще очень терпеливая, выдержанная позиция умных людей по отношению к своему партнеру. Что? Войска оккупационные в Приднестровье и в Приднестровье? Да, наш суд может все что угодно решить. Он может решить, что завтра в Солнце будет сходить на Западе или на Востоке. Исходя из этого, он должен действовать, понимаете? Надо уважать решение конституционного суда. Или как? Да. Законное решение. Да, я не люблю, когда речь идет о конституционном суде, потому что я всегда говорю одну цифру, что в мировом рейтинге справедливо правосудие. Из 198 мы на 195. Но я уверен, что мы пройдем эту ситуацию. Понимаете? Так я уверена, вы знаете, что и молодороссийские отношения будут совершенно прекрасными. Но я знаю, что они будут не при нынешней власти, господин Мишаевич. Слушайте, дело в том, что... Понимаете, вот в чем весь... Давайте... Но я вам скажу так. Подождите, вы говорите, надо отвечать, есть вопросы. Почему в эту шестеренку личное втаскивается? Почему демократическая партия, вот она, у нас сейчас больше всех воюет с Россией. Слушайте, покажите на личном примере, выйдите и скажите, расторгаем соглашение с Единой Россией. Начните с этого. Страна не пострадает. Слушайте, Лупо ответил сегодня в парламенте, у демократической партии есть соглашение о сотрудничестве не только с Единой Россией, а с многими партиями на Европе. Если оно точно такое же, как с Единой Россией, то можно о них не говорить. Подождите, здесь очень важно. Если у демократической партии есть контракт на сотрудничество с Единой Россией, или договор, или как он там называется... Лучше все-таки договор. Это не означает, что демократическая партия должна идти против интересов собственного народа и собственной страны. А в чем она идет против интересов? Там идет договор между партиями, делегацией, туда-сюда, в информации. Понимаете, как? Я вам отвечу. Нет, в чем она идет против. На мой взгляд, просто в эту шестеренку не втягивали бы страну. Две партии. Пусть бы бодрались, а наши граждане, извините, не слушали бы вот это вот все. А наши гастарбайтеры не искали бы потом себе работу. Почему Россия в 2013 году ввела эмбарго на молдавской продукции? Где стратегические отношения? Роман, давайте вот эту тему больше не понимать. Россия не закрывала рынок, не вводила эмбарго. Россия ввела таможенную почвину на продукцию. Подождите, мы уже обсуждали сто раз эту тему. На ту продукцию, которая Республика Молдова не гарантировала, реэкспорт из Европы. Вот правда, все. Теперь забудьте, что было... Пример Медведев сказал так, мы ввели эмбарго против молдавской продукции. Роман, давайте забудем, что было в 1812 году. Нет, это 2014 год. Нет, давайте забудем, в 2018, в 2018, в 2018 году. Почему у нас доказали, все граждане Молдовы, почему мы не можем экспортить в России фрукты, овощи, вино и так далее. Давайте начнем с того. Это нормально или ненормально? Нет, я отвечаю. Я отвечаю так, как ответил Путин. Замечательно, секунду. Меня спросили, я отвечу. Мне приятно, что Путин ответил. Он сказал так. Все хорошо, мы ценим молдавскую продукцию, но проблема одна есть у вас в Молдаване. Вы занимаетесь реэкспортом. И яблоки ваши, и яблоки ваши польские, понимаете. И как бы вот есть проблема тоже. Путин Михайлович, давайте не будем так все. Да там можно трактором, трактором быть дозером. Надо дозу уничтожать. Это нормально? Роман, подождите. Это нормально? С 15 января 2017 года, когда наш президент встретился с российским президентом, проблема была решена. Весь 2017. Ничего не решено. Подождите, что вы говорите. Решили, и все. Роман, вот я не люблю, когда голословно приходят, и вот так ля-ля-ля. Давайте я предложу комфромиссный вариант. Это шаг в период. В России сегодня экспортируют 98% яблок, 76% яблок, 76% яблоков, я конкретные цифры называю. Мне не надо просто вот так. Вот небольшой список предприятий, которые господин Дадон, и до него до усатой добились некоторых поблажек. Но это решило проблему. Но это молдавские предприятия. Но это не решило проблему. Нет, я возмущена, что поблакал. Я знаю, что они начнут петь, когда появятся данные в конце марта по 2017 году. Когда вся молдавская продукция оказывается в Российской Федерации, в СНГ и в Донецк. Надо открывать рынок, рынок для молдавских продуктов. Конечно, они обязаны ведь это делать. Они обязаны ведь это делать. Это записано в Российской Конституции. А Европа взяла эти яблоки молдавских? Хорошо. Куда взяли? Взяли много молдавских яблоков. Сколько взяли? Болно много. 50 тонн в 2016 году. 50 тонн, Роман, в 2016 году. Господин Дмитрий, смотри, Молдова не пошла на то, чтобы закрыть рынок для молдавских продуктов. На всех магазинах есть молочные продукты из России. Какие продукты? Любые продукты из России. Я думаю, Россия не потянула, если вдруг мы закрыли вот этот продукт. Господин Дмитрий, ну, честно, я понимаю. Роман, экспортный потенциал Российской Федерации сегодня 4 триллиона долларов. Давайте я, давайте я уже разряжаюсь от обстановку. Поэтому что, что, Молдова, она возьмет с рукой. Давайте я скажу. Это уже Галушка, она же Брежнев. Что сказала? Любовь спасет мир, правильно? Вы знаете, кто такой Галушка? Да, Вера Брежнева. Вера Брежнева, она Младобанка, между прочим, в отцу. Да мы поняли, у нас уже... Она сказала, любовь спасет мир. Давайте более, скажем так, успокоимся. В смысле, о любви? И попытаемся конструктивно поговорить о Молдове-Российской Федерации. Господин Михайлович, а вы не могли бы выступить с подобным же заявлением, например, с Публика ТВ? С любого телевидения. И так предложите им любовь. Я предлагаю россиян полюбить младавские продукты. Вином, коня, овощи, коробки. И не мешать взаимной торговли. Любят, любят. И тогда у нас будет салон. Сама видела, искали даже. Но, знаете, вот так много контрафакта, что многие даже разочаровываются. И это есть проблема. Я, раз вы заговорили о мире дружбе, спасибо, что Катая Леопольда не вспомнили. Давайте я скажу то, что, может быть, вам больше понравится. Ну, о Соединенных Штатах, потому что многие вот увидели... Борис Андреевич, Борис Андреевич, ну вы мне тоже не даете сказать. Я сегодня прям вот... Прям вот сильно... Мы в гостях, господи, чтобы вам заботы было. Сильно право голоса, да, прямо твоего. Здесь есть хозяйка, меня проще. Ну вот, спасибо, Михаил Михайлович. Смотрите, некоторые наши политологи уверены, что это вот декларация, которую принял наш молдавский парламент. Это не что иное, как глубокий реверанс, или, если хотите, к Никсон перед Соединенными Штатами Америки. Значит, и власть понимает, в какой ситуации она находится. Она понимает, что все-таки вот в этой вот войне геополитической они не предпочли как-то лавировать, да. Они предпочли взять одну сторону. И если учесть, что посол Соединенных Штатов, как мы на этом же эфире говорили, помните, да, как он рекомендовал эти программы, все российские пропаганду, позакрывать и все, прям вот так. Наверное, страшно понравилось это американцам. Как вы думаете, американцы оценили это? Я не уверен, что здесь надо искать американский след. Мы здесь привыкли, что левые ищут американский след, правые ищут российский след. Я здесь понимаю ситуацию очень просто. Действительно есть проблемы, действительно, они реальные. То, что американцы, возможно, имеют какой-то интерес, конечно, это их не право. Так же, как и Россия, так же, как и Украина или Румуния. Дело в том, что... Ну, смотрите, господин Михайлович, ну, логика простая. Если вот посол говорит, что да, российская пропаганда, все такое, и у нас, и вот у нас идут, вот и закрывают. Вот есть взаимосвязи? Слушайте, американский посол, так же, как и российский посол, дает свое трактование. Нет, 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 я российского посла, трактовка уже не слышала, наверное, года три. Да, дождите. Не, политические проблемы, понимаете? Не, ну, после этого он, я не видела ни разу, что господин Мухаммедшин, я ни разу не видела, что господин Мухаммедшин, рекомендует молдавскому парламенту. Давайте он сам разберется, что он должен, нет, дело не в этом, я просто не видела, господин Мухаммедшин, договорив разу, ни разу не видела, что посол Российской Федерации рекомендовал молдавскому парламенту принять тот или иной закон, и желательно, чтобы это был закон антиамериканской направленности. Вы такое видели? Слушайте, я понимаю вашу мысль, но я вам ответил. Проблемы есть, они реальны. То, что американцы везде в мире присутствуют, они великая держава, также Россия региональная держава. Мы ее поэтому отсюда выпить, всеми силами. Американцы, пожалуйста, надо, офис, батальон военный, с вами, необходимость. Дим Паттер, что сказала? Не проблема. Мы в СНГ не ставим вопрос выходить. Мы не тронетая страна, мы спасаемся по нашим демократам. Значит, есть возможность. А почему про американские села демократ сегодня не захотели? Те села, которые хотят присоединиться к Коммунию? А в Парламенте тоже поднимали этот вопрос, не хотели обсуждать? Слушайте, я смотрел, я, как говорится, вам скажу так, у нас как конституция, это одна из немногих стран, между прочим, я тоже не понял, почему это 94-го года произошло. Но агрария и социалисты, между прочим, проголосовали. 143-я статья. Единственная страна в мире, где можно по-мирному требовать ее ликвидации через референдум. Кого ликвидации? Там так написано? Вы про 194-ю статью? Слушайте, а ну-ка, пошли, как она звучит. Там совершенно решается на референдуме. И незаписимость страны решается на референдуме. Да, на референдуме, но это не значит, что ее можно требовать ликвидировать. И Конституционный суд в связи с этим решил, когда регистрировал изменения в устав национально-либеральной партии, что партия имеет право ратовать за объединение с любого государства. Минуточку. Можно я выскажу? Это я вам я лично точно не даю. Значит, Роман, не надо как юристу путать ваше личное мнение, которое вы высказываете здесь на передаче. Не надо путать заявление какой-либо политической партии и политического деятеля с официальным решением депутатов определенного населенного пункта о том, что они собираются куда-то присоединиться. Это решение официальных лиц. Какое право? Нет, если вы мне позвольте, я объясню. Роман, а Приднестровская республика, которую вы выступаете против сепаратизма, она начиналась точно так же с декларации сельского совета села такого-то. Значит, там это сепаратизм и это преступление, а здесь, когда в адрес Румынии, это не сепаратизм, не преступление. Я отвечаю вам очень просто. Давайте все-таки без двойных стандартов, чтобы у нас была одна логика. Любой в республике Мадова имеет право ратовать за объединение Мадова с Россией или с Румынией. Нет проблем об этом. Подождите. Для того, чтобы не были действия. Хорошо, конечно. Завтра русские села, украинские, болгарские начнут присоединяться. Что, когда догадывается, когда грот, 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 грот. Я сейчас предлагаю услышать меня. Что вы скажете, когда болгарское село сейчас в Тараклии проголосует, хотим, в Болгарии присоединяемся. Пускай голосуют, никто их не отпустит. Нет, Роман, давайте так. Вот я вам скажу так. Я как понимаю эту ситуацию. Я вообще за то, чтобы наши села не голосовали за то, что они являются частью Румынии. И то, что они не решают. Борис Андреевич, ну можно я закончу? Пожалуйста. Я за то, чтобы они не присоединялись у нас к Украине, к России, к Австрии, Швейцарии и чему угодно. Вот то, что я сейчас говорю, весь вопрос можно было бы снять, потому что парламент, это не только закон, который принимает юридические акты, законопроекты, как вы знаете, законы, постановления. Он еще принимает политические декларации. Согласны. Согласны. Значит, в этих условиях необходимо было, чтобы парламентское большинство написало, что они не считают целесообразным, не считают правильным, да, или как-нибудь какой-нибудь другой формулировки, да, что вот эти села проявляют вот такую вот инициативу. И вы знаете, этого было бы достаточно. А когда за все это время, я не слышу, есть обращение в СИП, нет реакции, есть обращение к премьеру, нет реакции. Что думает спикер, я не знаю. Есть решение Константинского суда, где разрешается иметь точку зрения и высказывать ее. Вы не понимаете, но не принимаете официальным органам. Вы мне скажите, официальный орган это точка зрения? Нет, это конкретные действия, направленные на развал молдавской государства. И здесь, если по вашей логике идти, надо пересажать 120 тысяч человек. Нет, если идти по вашей логике, у нас будет вторая гражданская война, потому что появятся люди, которые скажут, мы не хотим, мы хотим жить в молдавском государстве, мы хотим использовать свой язык. Слушайте, написано в конституции через рейхаренду. Ну вот все, давайте я верну вас к Соединенным Штатам, потому что мы говорили по этим селам, мы понимали, значит, что эта ситуация вызовет бурную дискуссию. Давайте я вернусь к Соединенным Штатам. Вот смотрите, расстарались наши власти, ведь на самом деле, приняв эту декларацию, никто, может быть, так не просил, прям, знаете, так вот лоб, наверное, себе разбивать или расшибать, как хотите. Вы процитировали, что вас так удивило. Просто я вижу, меня ничего не удивило, мне просто, я прочла заявление посла Соединенных Штатов буквально вчера, которое он сделал на одном из телевизионных каналов. Вот так, сигнал какой, просто переехали. Ну и что последовало, дайте цитату. В смысле, он уже решение издал, да? Посол Соединенных Штатов Молдови, Джеймс Петер, подвел некоторые итоги работы молдавского правительства. По его словам, отсутствие прогресса властей разочаровало международных партнеров. Мы видели различные законопроекты, которые в действительности являются шагом назад. Они не соответствуют европейским стандартам, заявленным молдавскими гражданами. Господин Михайлович, почему нам мешают уже, вот видите, нам уже и русские, и американцы. Господин Михайлович, не больно уж мы так как-то вот много на себя берем, не лопнем? Значит, ты, смотрите, ничего страшного не видел в том, что прокомментировал посол. То, что он разочарован, что нет никакого прогресса, это тоже, да? Он будет разочарован. Ну что же уже все нами разочарованы, одни мы с собой все очарованы? Но у нас некоторые законы не сказал вообще разочарованы. Ну еще не хватало, чтобы мы все законы принимали какие-то, знаете, противоречащие. Давайте я расскажу по-другому, что у нас есть, вот никто не комментирует, да? Но есть 28 условий Евросоюза, между прочим, беспрецедентная ситуация. Мы знаем, да. Для того, чтобы получить 100 миллионов гривен. Никто это не комментирует. Между прочим, кто-то может сказать из левых политиков или комментаторов, смотрите, Евросоюз позволил себе, с оберленным государством, диктовать какие-то условия. Но мы приняли, почему? Потому что мы страна, которая нуждается в экспертизе, в помощи. Мы развивающаяся страна, страна, к сожалению, третьего мира. Так получилось, что после Советского Союза упал уровень жизни до такого уровня. И мы не можем... Вы стесняетесь, вы же скажите, протекторате, ну нуждается. Протекторате европейские, да, конечно. Сами-то дураки, да? Да, есть такое. Правда? Вот, господин Федорович, жалко, что вы так считаете. Вот я, например, так про себя не считаю. Договором ассоциации установил протекторат Евросоюза над Молдовой. Россия против этого борется, это понятное дело. Господин Шиповалов, вы историк еще, да? Объясните, пожалуйста, что такое протекторат. Вот давайте, вы сейчас выясните. В чем различие? Между полостью... В зависимое государство, в котором даже руководство этого государства назначается... Слушайте, нет. Вот, вот, это полнейшее, а мы колония. Это оккупация, это оккупация. Нет, подождите, оккупация, когда я ввожу войска и свою администрацию. Вы подменяете понятие. Роман, оккупация, это когда я свою администрацию ввожу и так далее. А когда я ставлю Романа Михаеша своим наместником над своими жителями, и он выполняет мою волю, вот это протекторат, понимаете? Протекторат, смотри, мы были в 2014 году российским протекторатом. Да не были мы. Были мы, вот, российские войска там... Что здесь Россия назначала президента, парламент выбирала и так далее? Слушайте, все равно Россия имела веское слово внутренней дешней политики. Подождите, давайте загибать пальцы. С Турзо министр, где учился? Майя Санду министр, где училась? Филипп, этот самый, нет, не Филипп, этот, как его был? Сейчас вспомню. Филат. Нет, сейчас... А Филат тоже там же учился. Сейчас Кирилл Гавуриев. Кирилл Гавуриев, там сложная история с дипломом. Да, мы сами же смеем. С 2009 года, пока был Воронин президентом, Борисовик Молдавин возрос из Кремля. То есть они уже, у нас целенаправленно проходят подготовку на Западе, на этих грантах, их готовят и так далее. И поэтому Воронин отказался подписать меморандум Козаков. Не поэтому. Потому что он руководился из Кремля. Смотри, Ткачук, вы Ткачук, наверное, не подозревайте право европейских выступателей. Он сказал, что там произошло, я читал его точку зрения. Россияне просто грубо хотели обмануть Молдаван и в последний момент засунули документы. И поэтому мы были так им подчинены, что все-таки его не подписали. Информация более свежая и более страшная. Можно я ее озвучу? Ну, пожалуйста. Вот слушайте, оказывается, существует индекс демократии стран мира. Я как-то про это не задумывался. Конечно, мы даже знаем, что мы опустились на две позиции в этом году. Оказывается, с 2006 по 2016 год, да, у нас был режим недостаточной демократии. Их четыре режима. И начался спад всех показателей с 2009 года, с 2009 года по 2016. Кто-то на них составил. Сегодня это международный рейтинг. Британцы. Британцы. Международный рейтинг давно известный. Каждый год проводят по странам. Так вот, они делят четыре режима власти. Полная демократия, недостаточная демократия. Мы гибридный режим. После этого идет только авторитарный. И вот нам надо ступеньку приступить. Так вот, где-то демократия в нашей стране. Вот вам наши заявления парламента. Вот они решения. Дебаты идут, все красиво, правильно? Так подождите, мы говорим там Россия, Россия. Вот она гибридная оказывается. У нас демократия, у нас в Молдове. Это решение Запада. Нет, нет, это самое страшное. Самое страшное, знаете что? Что мы все эти годы говорили, что мы как раз движемся в Европу. И у нас принципи и шива-угарь. А что оценивают? Вы помните. Плюрализм в стране, деятельность правительства, политическая участие, политическая структура и гражданские свободы. Мы можем до статуса кандидата не дожить, господин Александр. Слушайте, то, что Молдова получила, статус ассоциации Сибиросоюза о многом говорит. Я уже понял, что нам должность вице-премьера по евроинтеграции до 2025 года не нужна. Лянкой занимает непонятно какое место. Мы по ассоциации, если будем находить 10 лет и даже 20, это будет хорошо. Будем реформировать потихоньку страну и так далее. Ну, как вы сказали, протекторат для оборудования. Не, просто смущает, что мы каждый год падаем в рейтинг. Слушайте, лучше быть протектором Евросоюза, чем протектором России. Вот это моя точка зрения. Ну, а я думаю, наоборот. Я думаю, вы это искренне сейчас сказали. А я, знаете, думаю, что лучше. А еще лучше. Лучше, секунду. А я считаю, что лучше не быть ни по чьим протекторатам. Слушайте, вы, сегодня, к сожалению, я предлагаю вам... В данной ситуации, которая с меня заспекала дома, она называется в помощи. Вы, знаете, вы, кто-то понимаете, нет. Знаете, господин Михаеш, люди должны трудиться и не нуждаться в помощи, и не брать никого, а сами в своем доме наводить порядок. У вас, когда дома грязно, вы сами берете пылесос? Слушайте. Или спрашивайте у соседа, чтобы он руководил и говорил, вот там еще необходимо пыль выделить. Какая у нас экономика сегодня? Кто из вас может сказать? Воню у нас в 1992 году связи между двумя берегами. Хорошо. У меня есть еще один вопрос. Мы перебираем немножко. Примерно тоже важный. Могу назвать программы по развалу. Помент? Это американская, а ТАСИС это европейская. И что вы сказали, что там было развал? Одни промышленности развалили, вторые сельские. Помогли людям как-то с этими землями разобраться. Я молчу, потому что... Как вы говорите, господин Михаэш, у каждого может быть свое мнение. По-просто, да. Поэтому, простите, пожалуйста. Дереги идут с Европой. Нет, я просто помню, господин Михаэш, вы коровник когда видели в последний раз? Слушайте. Нет, секунду. Я вам желаю, чтобы вы имели корову дома, чтобы вы доедете ее. Вот вы коровник когда видели в селе? Людмила, я могу ответить на ваш вопрос. При советской власти было 700, а сейчас 120. Вот. Вот. Правда. И в них от 60 до 120 коров. Вот это я могу сказать о вашей программе, любимой, любимой. Чтобы вы не зависели от посетителей молокометра производства в магазинах. Господин Михаэш, не заставляйте меня выбирать другой вид животноводства для вас. Потому что у меня есть еще один вопрос. А, пожалуйста. Смотрите. Может ли Россия, вот глядя на всю нашу эту ситуацию, ответить так, чтобы пострадал, внимание, здесь, немолдавский народ, к которому, как мы видим, россияне относятся очень хорошо и высказываются очень хорошо. А те, кто пишет такие декларации, господин Шпавлов, может ли Россия ответить точечно? Я думаю, что может ответить точечно. И об этом уже и высказывались некоторые российские чиновники. Но, видите, они не идут на это. То есть, все-таки надеются на какой-то здравый смысл с нашей, с молдавской стороны. Потому что все противодействие идет отсюда. Решение не проводить связи межправительственные – это наше молдавское решение. Решение не сотрудничать с парламентом – это наше молдавское решение. Понимаете, все решения негативного плана идут с этой стороны. Я, конечно же, понимаю, что здесь, возможно, когда-то реакции на это и надеются. Что Россия, в конце концов, развернется. То есть, вы считаете то, что провоцирует? Провоцирует. Так, поняла. Господин Михайлович. Слушайте, надо идти по конкретным шагам. Первый шаг, который я предлагал и у вас, и в других передачах, это заменить, конечно же, Рогозина на другого политика по мудавской тематике. Какая разница, он не приезжает полгода уже. Оставьте ядрю. Вы знаете, что мне нравится другому? Мне нравится, что мы сегодня обвинили другую страну во вмешательстве, во внутренние дела. А сейчас этой стране говорим, значит так, это не нравится. Следующий пошел. Да, слушайте, раз уже случилось, я считаю, что Путин его заменит после выборов, не до выборов, чтобы не было вопросов. После выборов в России ситуация успокоится. Придет другая политика, более договороспособная. По-моему, там и посол уже новый какой-то будет в Молдове, да? Ну, не какой-то, да. Тут фамилия будет известна, да? Да, да. Я считаю, что должны перевернуть эту страничку после президентских выборов в России, сесть за стол переговоров и решить очень точечно и очень четко все выборы. А главное, чтобы было удобно еще до парламентских выборов в Молдове. В смысле, чтобы Путин сюда приехал, да? Путин, пускай сидит там в Питере или в Москве, потому что он питерский, да? Питер красивый город, между прочим, мне тоже нравится. Там был один раз, надо было, и мне еще один раз сходить, если возможно, удастся. Но, пускай приедет премьер-министр хотя бы с России. Он приедет, или мы к нему? Мы к нему точно едем, но пускай какой-нибудь... Так вот мы что-то 2017 год не едем, Роман, ну и едем. Ну, по-моему, ну, милее. Никто никуда не едет, да? После выборов... То есть это все-таки понты для избирателей? Я извиняюсь за выражение. Россия должна открытия рынок, после этого будем дискутировать серьезно. Мы так и запишем, мы так и запишем, что она должна. Хорошо. Должна, потому что есть закон, который она подписала. Роман, они точно нашим рекомендациям последуют. Пожалуйста. Вы знаете как, вот жаркая была у нас дискуссия, знала, что так будет. Спасибо за то, что спорили, потому что в спорах рождается истина. Спасибо за то, что вы дали возможность нашим телезрителям понять, что думает та и другая сторона. Потому что, мне кажется, это очень важно, все это как-то так, недомолвочки, да? А потом, на самом деле, мы получаем то, что пишет Алина Зотя. Кстати, меня просили наши телезрители непременно отреагировать на ее надпись «Я дебил» в отношении русскоязычных, которые не понимают рецептов на молдавском языке. Хотят инструкцию прочитать на русском. Да, я считаю, что если этой даме не дали воспитание, у нее нет то, что говорят молдаване шаптиан диакасы, я считаю, ей не поможет ничего. Спасибо. Спасибо вам. Темы будут острые. Приходите, спорьте. Будем, как всегда, да? Будем искать истину. Будем искать. Но не ввини. Мы очень сильно старались. Спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю всего вам самого доброго и доброго вечера.